В этом видео мы поговорим о Годзилле Earth или по-другому Годзилле Земля. Поднимется Горящая гора, ее дыхание буря, ее ярость гром. Пересекая далекие времена, он управляет силой разрушения. Название Годзилла Земля символизирует его правление планеты в течение 20 тысяч лет. Также монстр в другой своей форме назван как Алая Годзилла после окончания битвы в городе из нанометалла, когда тело чудовища было пронизано алой огненной энергией. Само существование такого монстра находится далеко за гранью реальности, ведь он обладает фантастической биологией и является конечным результатом естественного отбора на Земле. Его разрушительные способности практически стерли большую часть населения Земли, а также основную массу других дайкайдзю. Более того, вся биосфера Земли была перестроена по его образу. Растения и организма содержат часть его ДНК. Годзилла Земля также смог отделить от себя часть плоти и создать свою уменьшенную визуальную копию, которую в дальнейшем прозвали Годзилла Филиус. И на самом деле, не такой уж он и маленький. Имеет несколько другой набор способностей и свою историю. Ссылочка на видео про Филиуса, а также о сервумах будет в подсказках и в описании. Годзилла Земля уникален тем, что он возник не из животной, а из растительной жизни. Кроме того, это самое большое воплощение персонажа на экране в данный момент. Ткань тела интегрирована с металлическими мышечными волокнами. Даже в отсутствие асимметрично проницаемого экрана, Годзилла имеет защиту от ядерных ударов и превосходную термостойкость за счет многослойной структуры эпидермиса. Дизайнеры существа были вдохновлены священными японскими деревьями в синтаизме, а также воображаемыми драконами. По словам режиссера, в основе телосложения лежал борец сумо. Голова значительно меньше размеров тела, не имеет зубов, а вместо них образовались зубообразные придатки и имеет несколько шипов на подбородке, напоминающих бороду, подчеркивая его древность. Выражение лица обладает непреднамеренной улыбкой, выглядит спокойно и достойно, как у божества. Дорсальные пластины гораздо более колючие и изношенные, чем у других версий. По всему телу ярко обнажена мощная мускулатура. Хотя создатели пытались подчеркнуть растительную природу Годзиллы и придать его коже древесную структуру, всем своим видом и движениями монстр показывает свою невероятную массивность, будто состоит из камней, горных пород, металла и невероятного объема ядерной энергии. Меня лично очень смутила указанная масса существа в 100 тысяч тонн, которая немногим больше, чем у легендарного Годзиллы, имеющего животную структуру тела. Просто вдумайтесь, насколько огромен Годзилла Земля. Он имеет рост в 318 метров. Его длина от макушки до кончика хвоста составляет 550. К примеру, масса небоскреба Chrysler Building составляет 222,5 тысячи тонн. При этом внутри него полно пустоты. Получается, Годзилла должен быть полым внутри, чтобы иметь данную массу. А если бы Годзилла лег или поплыл, его огромную длину можно сравнить с супертанкером Кноук Ньюис. Да и то, танкер короче на 92 метра, на целого Годзиллу. При этом масса танкера в загруженном состоянии достигала 564 тысячи тонн. Как считаешь, мои доводы верны и нужно срочно подарить японцам калькулятор или я сам что-то гоню? Оставь свой ответ в комментариях. Мэтфис предполагает, что Годзилла Земля – это божественный мститель, который обрушивает на человечество свой гнев и демонстрирует крайнюю агрессию по отношению к людям в 2030 году. Он систематически производил зачистку планеты, уничтожая людей и монстров, с которыми сталкивался. Но как только большая часть человечества была уничтожена и вместе с ними монстры, представляющие угрозу, Годзилла становится довольно пассивным. Он не преследует оставшихся на планете людей и божество, которому они поклоняются, а именно яйцо Мотры, понимая, что они не причинят никому вреда. Да и что можно противопоставить чудовищу, которое бессмертно, практически неуязвимо и имеет невероятную боевую мощь? Он развил новые способности. Его рев может производить мощные ударные колебания с высокой частотой и уничтожать цели. Также Годзилла может регенерировать электромагнитную волну своим хвостом, называемую плазменный резак длиной 600 метров, оставляющую после себя горы пепла. Как и представители Джиншинь Муши, Годзилла-Земля может генерировать электромагнитный импульс, выводя из строя даже специализированную военную электронику. Клетки его тела действуют как катушки магнитов и могут произвести несимметричный проницаемый экран, который генерируется внутри его дарсальных пластин, создавая щит – силовое поле, которое защищает Годзиллу от любых повреждений. Естественный камуфляж и способность поглощать электромагнитные волны делает Годзиллу невидимым для гидролокации и дает возможность природному ландшафту расти вокруг его неподвижного тела и слиться с местностью. Многослойная структура кожи позволяет мгновенно регенерировать, создавать ткани и заживлять повреждения в считанные секунды. Также Годзилла-Земля обладает более мощным атомным дыханием, а именно лучом заряженных частиц невероятной разрушительной силы и скорости. Этим лучом он может уничтожать целые города и пробивать самую мощную броню других монстров в радиусе 30 километров. Но и это не предел. В особых случаях Годзилла способен усилить свой луч, например, для отражения угрозы из космоса, уничтожив целый астероид. В этот момент его дыхание приобрело красный цвет, форму спирали и стала способна проходить сквозь слои атмосферы на расстояние до 300 километров. Одной из самых невероятных способностей является возможность Годзиллы становиться алой, а именно преобразовывать избыточную электромагнитную энергию внутри своего тела, нагреваясь свыше 1000 градусов. Благодаря этому он смог разрушить целый город из нанометалла. Скалы буквально начали таять вокруг него вместе с остатками Меха Годзиллы. Несколько ранее состоялся бой чудовища с Меха Годзиллы, состоящий из нанометалла. Благодаря передовым технологиям пришельцев Меха Робот оказался достойным соперником и смог нанести Годзилле существенные повреждения. Тем не менее, аккумулировав свою невероятную мощь и колоссальные способности, Годзилла Земля разносит оппонента. Даже богам может быть тяжело, особенно если их силы используют против них самих. Как когда-то Мотра своей чешуей смогла отклонить лучи Годзиллы в обратную сторону. Но еще тяжелее, когда твои силы просто не работают. Вот как в битве с Гидорой, божеством из другого измерения. Пока Гидора не подчинялся законам нашего мира, имея стороннюю помощь в виде наблюдателя, он превзошел Годзиллу и тот просто ничего не смог сделать. Но для человечества Гидора был куда большей угрозой. Ведь с Годзиллой можно было худо-бедно существовать. А Гидора пришел полностью поглотить планету и всех ее обитателей. Но как только Хару сломал якорь Мэтфиса, Гидора стал вполне обычным и самое главное осязаемым. И сразу же огреб по полной от монстра Земли. Годзилла даже не пострадал от падения с большой высоты. И затем добил Гидору своим лучом, уничтожив его вместе с порталами. Годзилла Земля, на мой взгляд, самое могучее воплощение монстра на экране. Что вполне логично, ведь всех остальных он просто уничтожил. А значит по праву является самым сильным. Да, конечно, тут можно поспорить, ведь он находился только в своей вселенной. А что, если бы ему пришлось встретиться с другими, да и Кайдзю? Предлагаю обсудить это в комментариях. А у меня на сегодня все. До встречи в новых выпусках.